Вася, привет! Скажи, привет! Добрый вечер! Добро пожаловать на канал Фатуна Фортуны! Привет! Добрый вечер! Всем привет! 9 часов вечера, и я даже дома. Несмотря на то, что праздники приближаются, и у таких занятых людей, как я, куча клиентов. Сегодня я дома, потому что отменилась одна девочка вечером, и я просто не стала брать никого нового. Вообще мы сейчас сидим до 10, до полодиннадцатого вечера на работе. Дома без меня, семья вообще умнички. Поставили ёлку, вынесли отсюда телевизор с тумбой. Всё, конечно, надо ещё оформить. Наконец-то... А! Что? Что? Что делать? А может у них есть сканер? Надо позвонить. Что делать? Скажи мне. Можно я тебе покажу красивого? А такси уже вызвала. Не надо мне это... Что делать? Расскажи мне. Ну что, вот это надо отксерить. Блин, если бы Оля смотрела мой канал, Ланская, я бы передала ей привет. Если Назар увидит это видео, привет твоей маме. 15-я страница. Захар смотрит. Захар, привет твоей маме. Непорядочек. Должна я что делать? Наряжать с детьми ёлку, отдыхать, а поедем в гости. Вот такие мышальные. Всё, я пошла одеваться. Разворачиваем в территории игрушки мы. Игрушки у нас такие вот. Ретро. И очень нравится нам. Это точно так? Нет, это... Начинается. И так каждый год начинает спорить, кто это сейчас и наш. Это старик пока был. Я сейчас скажу, это или Черномор, или... Это Черномор. Какой Черномор? Челомин? Это была серия игрушек по Пушкину. Челомин, Черномор, ты шо? Глянь, восточного гляня, в Шарабаре, Черномор. Ага. Почти разобрали. Но это ещё не все. Вот это вот вообще кажется щиполина горох. Или нет, не щиполина, это была серия фрукты. Перец, горох, что-то ещё. Бо щиполина, они такие с лицами фрукты. Что-то ещё было, мне очень нравилось. Где-то была красная шапочка. А вот красная шапочка, тоже старенькая такая. На монголку похоже. Может, это монголка. Собачка такой красивый. А ещё я помню, мы в детстве, когда делали костюмы новогодние, или нам нужны были тени, мы брали шарики и лезвие. Простое лезвие. Сошкребали вот этот блеск, вот так вот. И получалась такая блестящая пыль. И этой пылью красили глаза. А тюль это она или он? Тюль? Тюль это он. Лейт. Лейт. И здесь орхидея моя расцвела красивая. Три цветочка выпустила. Зайка такая стоит, красивая. Давайте, зайцы, ёлочку наряжаем. Где ещё? Мы ещё, Мэриклис, мы ещё, Мэриклис. Я так устала, если честно. У меня просто нет сил. И ещё я как будто была подвыздоровела, а сейчас как будто опять уже заболеваю. У меня ломит тело, болит горло. И это самое худшее состояние. Но самая главная классная новость это то, что к нам едут. Дочь, пожалуйста. Если ты разобьёшь игрушку, то ты сама будешь собирать текло. Помогите ей, навешивайте. Вы, подожди, давай просветим людей просто в нашу житуху. В смысле? Время без 15-12. Сидят люди. А давайте ёлку нарядим. А вы прям заняты были. Встралися. Жили-жили, всралися называется. И Лася ещё напуганно сидит. Давай лапу. Это не все игрушки. Доставайте ещё мешок с игрушками, там сумка должна быть. Дочь, ты напрягаешь. Ты уже в четвёртый раз роняешь эту игрушку. Ты встанешь по голове хочешь получить. Миша, Елисей, помоги. Без тебя они не могут разобраться. Поможем. Пока нам теперь никто не прочитал. Эту бина подобраться. Елисей, давай присоединяйся. Миша, я на ту эр. Вешайте так, чтобы они не падали. Самая главная новость. К нам едет ревизор. К нам едет Аллочка и Верочка. Алла, это приятельница моя. Давно-давно знакомая. У неё есть дочечка старшая Полина. И Полина ровесница Мишутки. И они были в одном саду. Чиполина. Они были в одном саду. Полина на три месяца младше, но пошла раньше Михася. А Михась цеплялся за её плечи и тоже таким образом учился ходить. Мы тогда уже дружили. Если что, с Яной на тот момент я ещё знаком не был. Яна, да. И с Аллочкой мы тоже дружили, дружим, продолжаем общаться, хотя живём в разных городах. В общем, вы увидите её. Они будут с нами встречать Новый год. с билетами был такой напряг, что билеты они вообще взяли, кажется, в разных вагонах. Надо хоть позвонить людям. А, они, наверное, спят. На первом месте бы я не брал в рот эту гирлянду. Я бы в вами. А хоть в вами она с подключённой розеткой с током электрическим. Может, я хочу, чтобы у меня открылся третий глаз. Я переживаю, что у тебя два из этих которые есть. третий может и не откроется, а два может и крыться навсегда. Мешаем мы сетку на окно. Сейчас я провалюсь. Орхидея, орхидея. Михаил, забери. Бедняжка, орхидея. Ещё одна. Давайте. Что там с ёлкой? Нарядили дочь уже ёлку? Нет. красивая. ёлка. Будь здоров. А что вы не наряжаете ёлку? Ну, Миша хочет историю снять. Игру нет, Натя. Такая красивая ёлка. ёлочка. Детки нарядили. Как нарядили, так нарядили. Ещё, правда, наверное, завтра конфет довешаем. Гирлянда, сапожок ещё с того года. С фетра клеили. В том году, не, два года назад. Ласка, тебе там хорошо? Ты блогер? Ты нормально на ноту леглась? Давай, киш, брысь. Давай отсюда. Вот кобыла. Года два назад здесь я выстраивала камин с пенопласта. У меня даже видео отдельно есть. Тоже было уютненько и хорошо. И мы обычно ёлку ставим вон в тот угол. А это решили сюда. У нас здесь не мешает ни на балкон выходить, ничего. повесили сетку на окно прямо на стекло туда, за тюль. Так, хорошо. Сейчас покажу, как это всё в темноте выглядит. Вот так вот. Вот так вот окно. Гирлянда, ёлочка. Тут всё уже спит, уже время не просто куча. Так, выхожу. Я, если честно, я не знаю, кто ещё, вот если вы мама, я боюсь, вот я выхожу с зала, и мне реально страшно оставлять здесь гирлянду без присмотра. Мне кажется, они такие китайские, такие, знаете, быстро воспламеняющиеся и легко ломающиеся. Поэтому мы выключаем. Сейчас я мужа попрошу выключить. Поключишь, повыключаешь гирлянду? Здесь на кухне холодец. разлитый. Немного в этом году сделали. Я обычно делаю 8 судочков. В том году делала 8 судочков. И мы его как-то вот ели, ели, так наелись, что потом долго не хотели. Устала. Сейчас уже поздно. Очень поздно. Уже, наверное, часа 2 ночи. У меня на лице уже написано, что я устала, загнала сама себя с этой работой и уже мне не помогают ни крема, ни реснички, ничего. Мне просто хочется спать. Мне не верится, что завтра уже 30-е. Все, я пошла отдыхать. Завтра новый день на кухне кавардак. Вот как разбирали, так поужинали, бросили. Холодец я разбирала, бросила. И сил нет ни на что. Я знаю, что Мишутка и Елисей завели будильники на 8 утра. И кухню они уже приберут сами. А на завтрак мы все купили. Омлет. Омлет сделаем и салат, и колбаса, сыр, и все пойдет. Утром приезжает Аллочка с дочечкой, с Верой. то встретимся утром. Ах, кто? Ты приехал? Кокос. Кокос? Покажи. Миш, это твое, смотри. Ой, какой мужчина. Это тебе. Бир? Сзади написано описание, собственно. Пьянки, аромат хмелю. Коли? это для геля, это для купания что-то. Да. Для заплаты. Наконец-то. хочешь, можно смыло мыться теперь. А то водичкой одной водичкой. Одной водичкой. Чем-то незнакомым. Шевер. А, это это. Для бритья. Держи. Да? Угу. Надо составь. Так, Босик, ты еще и так. Это орешки. Орешки. Нам будет на салат. На сативе можно даже. Да. Это хатуночки. Вот люблю всю Мишуру. Понимаешь, и всыпали для красоты. А кто девочки придумал? О, это можно на елку покидать. Да, да, да. Восемь сит дождик, как вот давно. И вот там ночью елку. Да кто-то. Другая? А, ты вспомнил, дедушку Мороз. Ляв, ты привезла с собой из алчисской елушки? Тешок. Да. Елку, Миша торговал. Купил я эту. А, ты купил. Да, два разных чая и фильтр пакетики. Спасибо, девчоночки. Так же для тебя чай. Ага, я коробочка. Красивая. А я мы из коробочки. Катуся. Это мы особо не креативили. Мне нравится, когда комментируют, да? Что? Я три часа ходила по магазину, психанула и все. Молодец. Обожаю запах, вот спать, у них есть медведь. Трошки раньше. Я буквально три дня назад в Лисе купил новый дезик. Ничего страшного. Дезиков много не бывает. Елисей, иди сюда, сынок. У нас гости, а Мишеньке все ни почем. Да, сыночек? Глянь сюда. Не надо видео снять, что ни почем. Ну ты какой-то фигней страдаешь. Клеит какую-то Хану Монтану. Покажи. Не покажу, не трогай, я ее уже сажал. Вырезает Гучи. Что это будет? Хоть посмотри сюда. Это будет видео в мой ТикТок. А что там будет? На мне Гучи Солнце, на мне Гучи Бандана, Гучи Кастрюля, Гучи Хана Монтана. Да, и Гучи Папа, со мной тут Гучи Мама. Уберешь у меня в комнате на полу. Ты там на свинячу. Как придурок. Девочки хорошие, красоточки, кушают, две красавицы. Да, Кисюня, сейчас уходят. Я сделала котлеты и спагетти, нажарила котлет. Сейчас покажу. Нажарила котлет на целый день. Решила, что будет так. Кто захочет, я на хлебе. На мне Гучи Солнце, на мне Гучи Бан, да. Мама, у тебя Гучи Тапки теперь, я поздравляю. Сынок, ты какой-то фигнёй заморочишься и радуешься так. Чем бы дитя не тешилась, лишь бы кушать не просила. И мы с Алусиком. Алусик. Вот она, Алусик приехала, я говорила, что приедет Аллочка. Нам есть что повспоминать. Одно то, как мы торговали. Я помню, вещички мне по тебе стоимости доставались. Нет. Не только тебе, наши. Самые трудные были моменты, это когда мы отнесём в садик вещи. У нас был период, я ездила на Барабашова в Харьков, брала вещи. Потом мы с Аллой эти вещи носили по детским садам, по ЖЭКам. Там брали в долг детский товар. А потом, где-то через недели-две мы приходили за деньгами. И Аллой сапоги трудно расстёгивались. А мне было легче расстегнуть. Но я захожу, разуваюсь и говорю, блин, Алл, у меня носки разные. Типа как сейчас. Это постоянный мой какой-то косяк. Я говорю, я не пойду, мне стоят. Она говорит, нет, Ханя, иди ты бы, я потом не застёгну сапог. Это было вообще... Да, вот время было. С одной стороны, было классно, с другой стороны, то ли мы выживали, то ли нет. И, кстати, мы с Аллой хоть и торговали, у нас был кредит, но мы разошлись по-хорошему. У нас не было каких-то договорённостей на бумаге, но у нас была устная договорённость, что даже когда мы прекратим свою... Кого сейчас снимаешь? Себя? Себя. Торговельную деятельность, торговую деятельность, то мы поделим. Вот если останутся вещи, мы поделим вещи пополам. Если будет какой-то долг, долг пополам. Деньги, деньги. Мы так и расходились. Я помню, что когда уже всё, мы закончили, нам всё это надоело, оно уже стало умирать, мы сели и поделили вещи все, там, колвоты, вот тебе, мне, тебе, мне. А потом как-то мы раздали какую-то кучку, да, мы раздали даже людям. Я уже... Ну, Алла, она вообще... Она вообще разоворчивая. Блин, какой некрасивый диван попадает в кадр. Алла вообще, она разоворчивая, но сейчас у неё рот занят едой. Так ты меня снимаешь, Ханя! Сейчас да, сейчас да. Но она хорошая. Хитренькая. Я соскучилась за ней. Вообще прикольно, что на Новый год мы будем не сами. Всё, мы кушаем. Мы кушаем в зале, потому что на кухне девочки, а в зале как-то, знаете, как вот в детстве. Взял тарелку, унёс в комнату и... Да, в комнату. Пока мама не... Да, 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 да. Всё, мне приятного аппетита. Вам большое спасибо, что заходите на канал. О, боже мой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Миш, ты похож, ты знаешь, городской сумасшедший. Я похож на принца. На принца. Или на орла. Ну-ка, давай сюда вторую. Миша идёт снимать видео в ТикТок. Он живёт свою жизнь. Дома только кушает. И то не всегда. Ну да, и то не всегда. Всё, всем спасибо за просмотр. Я с вами прощаюсь. Мы будем думать, куда нам пойти, что нам сделать. Меню на завтра. Завтра уже Новый год. В зале вот так вот. Ёлочка. Аллочку мы ещё не переселили. Сейчас нужно ещё будет перестелить весь диван. постельная. Алле с Верой Бикусю переселить. А девочки уходят куда? В Любаву. В Любаву. Уходят гулять.